Приветствую вас, и думаю, наиболее правильным решением в данной ситуации будет определение для себя. Следующего понятия, следующего понимания. Что для вас важнее? Духовное единство, понимание, уважение, забота, любовь, тепло, близость. Или, собственно говоря, материальное положение. К сожалению, очень редко бывает так, что получается добиться всего. Как правило, добиваются чего-то одного. Или потрясающая духовная атмосфера, духовная близость, идеальное взаимопонимание. Или материальное положение. Но как следствие, отсутствие этого самого духовного комфорта. Вот вам нужно определить свой приоритет, что вам важнее. И поставить по факту мужа перед выбором. Либо он что-то делает, занимается чем-то другим. Зарабатывает больше, как вы хотите. Или он зарабатывает столько же, но вы от него уходите, потому что вы считаете, что вам будет очень тяжело, и вы будете влашить жалко существование. И если мужчина вами дорожит, если он примет такую вашу позицию, то он начнет что-то менять. Если его позиция останется прежней, то простите, тогда мужчина не понял вас в этом, не принял вашу позицию в этом, и вы не можете ничего сделать для того, чтобы он начал зарабатывать больше. И тогда уже вам предстоит принять мысль о том, что вот этот мужчина, он не отвечает вашим требованиям, он не соответствует тому, чего вы хотите, и нужно принимать решение. Либо вы остаетесь с ним, и принимаете его таким, как он есть, с его достатком, с его доходом, либо ищете кого-то лучше. Тут уже решать вам. Что касается отравнения, то понимаете в чем дело? Вы видите, что другие зарабатывают больше. Хорошо. Но вы видите только верхушку айсберга. Вы видите только внешнюю сторону. Но не видите сторону внутреннюю. Вы не видите всех аспектов. И если внешне кажется, что все хорошо, и муж там обеспечивает семью полностью, то простите, может быть этот муж, тиран, и своей жене проходит здорово. Но надо терпать ради денег. То есть нельзя делать выводы относительно того, кому живется лучше, без знания всех фактов и всех обстоятельств. До тех пор вы как бы доверяете интуиции. На основании частного, на основании элемента, в данном случае доход, вы делаете вывод о целом. В данном случае это семья. И это ошибочное суждение, имеющее слишком много погрешностей. И, наверное, надо сказать, что если вы сравниваете себя с другими, то вы как бы хотите равняться на них. Вы хотите быть равным и лучше их. Но тогда вы постоянно будете к этому стремиться. Впервые вы будете хотеть быть лучше одних, потом лучше других. И так все выше, 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 вверх, вверх, вверх. Согласитесь, так можно потерять себя. И чтобы этого не произошло, вам необходимо, опять-таки, для себя определить предел. Предел того, на каком этапе вы остановите и скажете все. Вот мой уровень дохода. Тогда, если вы его хотите, нужно определить для себя потолок. Потолок дохода. Чтобы не быть вечно недовольным материальным положением. Потому что деньги это то, что, в принципе, ну, является довольно-таки дефицитом. И если вы не будете довольствоваться тем, что есть, если вы не будете довольны тем, что есть, если не будете находить радость в том, что есть, очень может быть, что по жизни вы будете несчастливы. Все время стремятся к какому-то идеалу, но никогда его не находя. Чтобы так не произошло, нужно определиться с этими моментами и принять верное решение. Но приняв решение, уже не отступать. Исследовать только ему. Тогда вы обретете себя и получите то, чего вы заслуживаете, то, чего вы достойны, то, что сделает вас счастливой. Никого-то другого, не в сравнении с кем-то, а именно только вас. И только потому, что вы это уникальный человек. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по погу. Если вам понравился мой ответ, будем благодарен, если делаете его лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!